паноптикум дорогие друзья вы не поверите но паноптикум на телеканале дождь меня зовут анна немзер главные гости сегодняшней программы главный герой сегодняшней программе уже текст забываю василий уткин здравствуйте здравствуйте я скучал и александр невзоров здравствуйте да приветик невзоров невзоров живой невзоров боже значит монстр с нами но сегодня будет абсолютно без дела можно выпустить чтобы он попрыгал никакого кодового слова сегодня не будет мы про это поговорим значит что я вам хочу сказать дорогие друзья у нас был довольно большой перерыв меня за это время завалили вопросами завалили обвинениями завалили подозрениями а главное обвинение подозрения были в том что я скрываю какие-то страшные тайны я не знала что с этим делать поэтому начнем мы пожалуй с того что объясните дорогим телезрителям что это такое было и куда вы все делись и начнем с александр глебович такая здесь причем причиной всему уткин я я здесь вообще никакого нет нет это слишком грубо и некорректно и боль того я знаю что это не так александр глебович где вы сейчас находитесь нет мы находимся в той же самой студии в которой мы находились всегда но здесь до сих пор продал вот то что звуки которые вы слышите это не мы не открыли клинику стоматологическую для бегемотов никто не занимается сверлением больших зубов или скажем так очень длительным выпусканием газов здесь на самом деле продолжается ремонт нет никакого дизайнерского решения все перекрасили в 25 раз в черный цвет но вокруг меня и швабры ведра и звездка спящие таджики на газетах ну то есть все как полагается так а скажите пожалуйста а есть какое-то представление о том какому результату вы должны прийти вы когда это все затевали понимали как бы как оно должно быть нет мы просто хотели вообще все снести с тем чтобы ничто не напоминало о прошлом и с тем чтобы предложить какую-то принципиально новую идеальную картинку которая от которой не несло бы этим нафталином который я так люблю где бы не было никаких готических хреновин завитушек которыми я так поклоняюсь чтобы вот всего этого дерьма который мне так нравится близко бы не было но когда выяснилось что снеся всякое вот так нафталиновое дерьмо мы не имеем вообще ничего все вот оказались в тупике может быть кстати да кто-нибудь предложит из зрителей дождя и зрители нашего или вашего ютуба какое-нибудь гениальное дизайнерское решение мы его скорее всего примем гениальное дизайнерское решение конкурс дорогие друзья победитель то есть человек который пришлет свой проект дизайнерский и будет одобрена александром глебовичем наверное я могу это анонсировать получит подарок месяц подписки на телеканал раз уж сегодня нету у нас а монстра василий вячеславович как вы провели эти два два ужас том что два месяца ну что сказать я долго копил себе высказывания на общественно-политические темы потом я перестала копить потому что чаша переполнилась я вот я просто понял что у меня есть время . отдохнуть вот ну и кроме того не интересно было как будет решение александром глебовича потому что конце концов все-таки вы конечно каждый раз говорите о главных героях во множественном числе но исторически эта программа которая вы знаете что начиналось поэтому я просто ждал вот размышлял на сказать в основном о футболе признаюсь вам честно да анна 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 смотри но в общем некоторая моя личная победа над дождем одержан я вас вижу я вижу вас я вижу васю давайте сознаемся в том что на протяжении всех этих лет когда выходил паноптикум у меня не было картинки то есть передо мной был либо серый либо голубой экран с которым я беседовал да это было действительно я была один раз я проводила один раз программу и студию александра глебовича в питере это действительно я должна подтвердить это очень неудобно василий вячеславович был здесь он нас видел действительно ты сидишь перед черным экраном нам было немножко легче потому что мы были вдвоем в этот момент но конечно говорить с черным экраном очень непросто то есть вы два месяца нас мариновали просто для того чтобы мы отладили уже наконец нормальную связь не умеет не только там действительно такая а заодно заодно и этого добиться раз уж так ну и замечательные добились нет я к тому что я с огромной нежностью отношусь к вам к дождю к этой программе хотя понимаю что она отчасти могла то что называется и подвыродиться но это должно происходить с любыми программами потому что еще не хватает нам сейчас вот чтобы мы могли бы сделать да мы могли бы принять поправки к тому что паноптикум должен продолжаться вечно не думаю что мы бы при этом бы в лучшую сторону отличались например вот владимир владимировича путина поэтому сменяемость по крайней мере если не власти или 100 тем да она абсолютно необходима значит это был следующий пункт нашей программы смотрите только надо понять как нам действовать потому что с одной стороны я действительно очень хотела провести летучку в прямом эфире действительно программа живет уже много лет действительно есть ощущение что иногда нужны апгрейды переформации переформатирование это все нужно и прекрасно было бы нам сейчас встретившимся после двухмесячной раздумки это все обсудить есть также еще вот что у нас я держу под рукой вот у меня здесь открыт мой пост анонсирующий нашу сегодняшнюю программу где я честно сказала что на я буду собирать вопросы обязуюсь их все передать есть некоторое количество вопросов в каком порядке мы пойдем мы сначала обсудим вопросы которые адресуют вам или мы сначала обсудим переформатирование про я думаю что сперва мы обсудим вопросы потому что в них будут ключи я просто уверен к этому переформатирование только нужно заранее договориться что мы тогда минут десять в конце оставим все таки на да да говорим абсолютно да да нет нам очень это нужно но здесь не так много вопросов но они есть я не знаю сподвигнут ли они нас к переформатированию потому что пока они конечно абсолютно все эти вопросы за некоторым исключением струе старого паноптикума если понимание что надо сделать чтобы убрать всю эту дальше нехорошее слово в общем симонян и киосаян хотя бы с федеральных каналов потому что вся беларусь горит в ненависти от их высказываний которые эта парочка позволяет себе изрыгать в прямом эфире ну во первых давайте без парочка давайте без изрыгать они нормальные солдаты они нормальные солдаты своего режима неплохие солдаты они дерутся за скажем так свои но это не идеалы за свои деньги по крайней мере они дерутся достаточно честно мерзко и квалифицированно это надо воспринимать как такой ланцкнехтский тоже подвиг и относиться к ним с огромным пониманием ведь в конце концов я никогда не видел чтобы хоть один человек имел бы за своей спиной автоматчика который высаживает его у телевизора никто не заставляет этого смотреть вот я этого никогда не видел мне это неинтересно я никогда на это не обращал внимание и тому кому это и не надо собственно говоря их никогда и не увидит как никогда и не увидит например там соловьёва или михалков оставьте вы не судите солдат научитесь вы судить генералов и фельдмаршалов а это это солдаты люди работают василий вячеславович надо ли их убирать мне кажется солдатами если как красивое такое потому что ну я не знаю какое здесь приходит сравнение солдат в конце концов человек который является до степени подневольным добровольно принимать особенно на призыве находится да он принимает присягу берет из себя определенные обязательства кроме того могут пригласить в армию против его желания и воли в самом себе видимо нормально вот а потом честно говоря особенно если в этих солдатах на войне то это настолько далекая от меня тема что я просто не хотел бы пользоваться такими сравнениями я только недоумевая вот по-прежнему о том что люди решают какие-то довольно странные проблемы вот люди которые хотят чтобы чего-то не было на федеральных каналах они же на самом деле отстаивают что они отстаивают просто всего это свою привычку привычку прийти домой поужинать сесть на диван и больше ни о чем не думать вот если вы хотите ни о чем не думать то вас в конце концов и самые праведные программы ничего не не извините научит они должны учить то просто вы их тоже ничего не почерпнете сегодня люди могут сами выбирать что смотреть и если вы не обладаете такой привычкой честное слово ну уже давно перестали быть даже бравады остали какой-то общей констатации слова что а вы знаете я не смотрю телевизор я вот правда допустил некоторую неосторожность мне теперь присылают ссылки все время на соловьёва понимаете вот и я не могу полностью оградиться от этого созерцания надо сказать что я научился получать от него некоторые удовольствия мы даже виделись с тех пор вот и как и как расскажите мы просто были в одном ресторане он там бегает в лужниках там есть такой спорта клуб и ресторан вот а мы там обужинались друзья обед такой обед переходящий через полдень к ужин с друзьями ели вот он там видимо отбегал свое пришел и мы сел где-то в дальнем углу ну что за другом углу вот мы конечно не разговаривали принципе могли бы ну вот моя коллега татьяна филигингауэр отмечала недавно что тоже была в лужниках видела владимир рудольфовича на пробежке это в общем такое целомудренное безопасное слава богу место для занятий спортом в нашем городе вот пожалуй самым трогательным было для меня замечание коллеги филигингауэр что владимир рудольфович бежал но несмотря на свое известное прозвище в нем ничего не звенело вот я просто не был решен возможности сделать такое наблюдение вот тем не менее вот его отмечать поэтому вот я удивляюсь вы защищаете свой образ жизни когда вам что-то мешает на федеральных каналах перестаньте просто бухаться попой в диван пишите на какой-нибудь киносервис я не знаю хотя бы или да что угодно есть очень много интересного что стоит посмотреть то есть вот если мы кратко подытожим на вопрос чего не должно быть на федеральных каналах дорогие зрители там не должно быть вас для начала и тогда все будет решено само собой и тогда не надо будет возмущаться симоньян соловьевыми и всеми остальными пусть себе вещают да тогда вас это будет скорее развлекать очень много вопросов про беларусь чем это все закончится сколько продержится лукашенко что изменится сумеют ли белорусы построить у себя нечто современное демократичное беларусь в целом действительно мы пропустили два месяца с 9 августа беларусь кипит и приковывает к себе постоянно наше внимание очень сложно сейчас вот действительно все это охватить новостные эфиры на дожде не не прерываются все время идут все время обсуждаем но какое-то ваше какое-то ваше резюме по беларуси на данный момент василий вячеславович вы знаете я иногда получаю последнее время письма от своих добрых знакомых или людей с которыми я знаком заочно просто потому что в какой-то момент мы за там где-то заочно высказали друг другу одобрение какое-то по обществе взглядов и так далее читаем друг друга соц сетях и она получаю последнее время письма с просьбой поддержать эту или иную акцию событий и так далее вы знаете я к сожалению в последнее время чаще всего отказываю отказываю в этом с извинениями потому что я к сожалению совершенно не верю успех мне для того чтобы поддержать мне мне надоело поддерживать все хорошее против всего плохого я не я вижу в этом скорее такое замыливание с поддержки потому что свою поддержку я особо высоко не ценю у меня есть моя основная аудитория это футбольные болельщики вот которые кстати в большинстве сфер свои наиболее активные части вообще уже достаточно сформировали свое отношение ко многим происходящим стране процесс и сегодня они кстати входит в круг одной из довольно-таки гонимых категорий людей хотя эти гонения в общем вполне умеренны но они для них весьма неприятные конечно их давно не было вот до того из них пытались сделать как раз наоборот таких скорее таких прирученных псов вот извините мои мои термины но я просто пытаюсь лаконично выражаться вот я очень разочаровался в том чтобы какие-то и все это акции естественно мирного протеста вот я вам признаюсь честно например я ответил отказом на просьбу она исходила не от евгения альбац но я допустим когда ее приговорили к колоссальному штрафу я отказался поддерживать сбор средств потому что я просто не я не вижу в этом никакого конца и края это может бесконечно продолжаться я извинился перед евгением за эту свою позицию я ничего не могу свое поделать вот и сейчас тоже я смотрю на белорусские протесты вы знаете я человек конечно не показательный в этом смысле я бы за это время уже устал ходить по улицам и только потому что я толстый потому что я не вижу результаты и динамики вот и все но я конечно служу со стороны я не могу выработать новые позиции к этому к этой истории потому что понимаете классический пример вот уже всеми куча раз упомянутый на самом деле всеми давно забытой ганди с его мирным протестом друзья мы вы немного забываете что ганди протестовал не против лукашенко индия собирался отделиться от великобритании который управлял вполне посвященный монарх георг 5 я уже не помню при нем или при лизайце георгиевне это уже все случилось и вообще-то управлял черчилль вот поэтому у черчилля были разные периоды в жизни но к моменту протеста ганди вы знаете они я думаю что не угрожало какое-то вооруженное подавление тем более что еще и с войной совпадал мировой поэтому это очень уместное сравнение я думаю что вот в этой форме в этой форме это чем-то напоминает приготовление соуса аландес который нужно готовить на водяной бане то чтобы было тепло но не закипело вот это исходом таких кулинарий являются блюда которые нужно употреблять немедленно потому что они распадаются они ничем не скреплены они разваливаются на составные части это очень большая опасность в таком случае поэтому я просто могу констатировать что хотя мне очень волнует судьба например марии колесниковой признаюсь я уже не слежу повседневном режиме с утра до вечера не заглядываю как там у них вот разумеется по посматриваю но мой интерес к этому честно скажу затухает александр глебович значит вот эта позиция в общем большой безнадежности ну это не за зажига это безразличие но безразличие которое спровоцировано тем что вы не видите динамики не верите нет вопрос нет а не вот просто не поняли я понимаю что мой голос не велик я не хочу его израсходовать на то что я не верю я на вас надеюсь нет абсолютно не правы категорически не раз пойми значит в белоруссии до такой степени белоруссии до такой степени малы не сформированная профессиональные журналистские силы там до такой степени велик страшен вакуум интеллектуальных сил которые могли бы поддержать этот протест да у меня к этому протесту больше чем у кого бы то ни было претензий потому что именно мне принадлежит фраза что мирный протест от самая глупая форма покорности да эта революция развивается не так как бы мне хотелось и не так как бы мне виделось но это совершенно не важно в данном случае здесь надо относиться к ним к восставшим к протестующим только как к людям которым на данный момент мы чертовски нужны и никакого права не у тебя не у меня не у анны отказывать им в поддержке отказывать им в духа подъемности нету не ссылок на усталость не снят ссылок на то что мы не верим в то что их движение сможет к чему-то привести всего этого нет это пусть будет потом да либо когда они окончательно выиграют либо когда они окончательно проиграют поэтому и у тебя василий у человека все равно для очень многих людей авторитетного с очень правильной позиции по множеству вопросов нет никакого права в данном случае на разочарование на усталость на индифферентность нет вот сейчас есть только живи беларусь и ничего больше ну я только скажу что сейчас вот у нас московское время семнадцать двадцать прямой эфир у меня примерно 18.30 будет релиз моей футбольной программы у меня на канале извините за косвенную рекламу вот и там по моему четыре раза звучит выражение живая беларусь отлично я не отказываюсь от поддержки я просто говорю о том что говорить о каких-то активных призывах не вас это вот то что называется не время умничать вообще не время умничать пойми они в заложниках у своей собственной деликатности у своего благородства как пират наемник и бессовестная сволочь я могу сказать что это все глупейшие и ужасные свойства но такова реальность они в заложниках у них возможно будет ситуация когда там предположим попытка пышно инаугурироваться сдетонирует нечто великое страшное и решающее вполне возможно не случайно не случайно этот усатый таракан тянет со своей инаугурации хотя конечно у него тянутся лапки к венцу монарха всея беларусь поэтому вазь не время умничать живи беларусь и никакие добавлю к этому только что знаете я удивляюсь я удивляюсь тому ну видимо вот в этом отношении я извините за невольный каламбур новичок дело в том что я не устаю удивляться какой же придурок может стоять во главе государства я не устаю удивляться ну я этому посвящаю много я просто просто поражаюсь честно вот я я много видел на свете но человек который несет до такой степени ересь просто вот причем не выдерживающего какого-то даже не словарного какого-то ну я не знаю алкоголики на улице просят убедительнее или а когда своих бедствиях понимаете бывает такое вот я просто удивлен я думаю все таки этот такой признак деградации в принципе такая деградация произошла или так было всегда так было всегда но мы всегда рассматривали его как безобидного симпатичного со смешным внутренним заелом фермеры персонажей загорода ожившие чучело который так забавно с нами соседствует и никто к нему никаких претензий не предъявлял и не предъявил бы если бы не выяснилось какая он мразь а уже практически да потому что ты кого у которого жизнь сложилась иначе да но это выяснилось что это не тыква что это злобный хэллоуинский такой уродец и что а к сожалению из дикой сказки про хэллоуин этот уродец шагнул в реальную жизнь и имеет возможность не в кино не с помощью спецэффектов и гримеров а в реальности душить живых людей почему я и говорю что не у тебя к сожалению не у меня не у анны не у кого бы то ни было другого здравого человека сейчас нет права на размышление и нет права на рефлексию какую бы то ни было и на любой интеллигенции поэтому сейчас вот сейчас когда им это так надо когда это им так важно а я просто знаю каким образом мои слова там например в наповале или на эхе москвы как они тиражируются и как они вот этим людям которые не решаются перейти очерченные для них законом приличиями воспитаниями границ как они важны поэтому василий заканчивать своей индифферентностью я жалко что развелся общо на самом деле все несколько иначе я же говорю вот уже через час минимум все материализуется знаете я перед рекламой один задам вопрос все-таки вы действительно хорошо обсудили стратегии собственного поведения это важно вопрос был о том какие у вас прогнозы кто победит то все таки сколько там будет еще сидеть александр григорьевич победил победит современность победит потребность в лидерах совершенно другого толка победит нежелание видеть огромного количества людей вместо своей страны образцовый кончаниновский колхоз вот это вот победит а каким образом будет происходить твориться плестись эта победа это уже вопрос 225 и мы в общем у нас есть да ладно я наемник я исследователь я в стороне и вдалеке от всего этого но есть мобилизующие моменты когда мы просто обязаны заплатить дань цивилизации науки развитию адекватности нормальности и в данном случае это плата она вся лежит вот в этой плоскости белоруссии василий вячеславович как я понимаю вот просто эту установка на то что лукашенко скорее всего все конечно все все агония бывает очень долго и очень страшно агония бывает кровавый и громящий все вокруг себя вдумайтесь в то посмотрите что означает слово агония да это прежде всего борьба да 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 вопрос василию вячеславовичу ровно в том это с вашей точки зрения агония конечно я могу только выставить слова потому что это очевидно вот когда человек называет свой народ крысами которые разбегаются потому что им по спутнику сказали американцы вот или вообще кстати говоря меня вчера еще очень удивило исчисление так сказать проблему потому что глава службы внешней радости нарышкин сказал что американцы потратили на белорусские протесты 20 миллионов долларов как же можно против 220 миллионов долларов поставлять полтора миллиарда долларов как же нужно не ценить свои доллары чтобы не все вот еще и такое такие мысли по математике я удивляюсь совершенно да хорошо дорогие друзья значит мы закончили видимо с белоруссии сейчас мы прервемся на короткую рекламу после рекламы коротенькой еще коротенький вопрос и дальше летучка реклама оставайтесь в дожде по ноптику на телеканале дождь и мы продолжаем разговор один остался вопрос там я несколько объединила поскольку они все касались одних тем один остался даже не вопрос а реплика нашей телезрительницы ко мне обращенной уважаемая анна прошу вас задавать немногослойные вопросы дальше немножко поехал синтаксис не многослойные не многослойные не многослойные тут дальше немножко поехал синтаксис ты позвольте мужчинам побольше сказать я считаю что это непосредственный переход к на обсуждению наших планов и клетучки я бы рекомендовала елене и мы сейчас обсудим сколько мне действительно процент моего участия в программе это важный вопрос интересный елена я бы вам рекомендовала все-таки такими формулировками не пользоваться они в 2020 году вот пора сказать мужчинам побольше звучат ним ну не очень они звучат на мой вкус дорогие друзья значит давайте мы поймем как мы будем жить дальше что мы будем обсуждать давайте начнем с мы обсуждали политические проблемы главные политические новости все что случилось за эту неделю что мы будем обсуждать надо ли нам продолжать обсуждать политику или честно говоря политики так много и нам надо каким-то образом ее обходить я при этом уверена что мы будем обсуждать политику о чем бы мы не заговорили но надо ли нам идти какими-то другими путями да безусловно надо но надо понимать что есть политика когда приходится из себя вынимать какие-то комментарии потому что есть некая либо повторяющаяся и размноженная и многослойная реальность которая либо нуждается в более совершенных формах обсуждения да там книги статьи и так далее так далее либо либо нуждается вообще вне обсуждения у нас есть помимо политики которая вполне могла бы быть соусом или даже иногда и хлебом к основным темам вполне вполне важные темы которые именно этой компании следовало бы обсудить но вот здесь есть прямая возможность обратиться к тем собственно говоря кому это адресовано то есть к зрителю и понять чего они вот от этой компании в этом составе могли бы хотеть и чего больше и может быть действительно есть те вопросы на которые не ответит никто больше кроме меня или василия или вас она между прочим тоже по поводу многослойности вопросов хорошее замечание но каждый вопрос начиная с вопроса как вас зовут это очень многослойный вопрос на который глупо сегодня отвечать однозначно поэтому давайте то что называется и многослойные и немногослойные всякие вопросы но прежде всего вот здесь надо понять в чем востребованность и в чем необходимость этой передачи на сегодня и сказать об этом могут только ваши зрители потому что я прекрасно понимаю о чем говорить на эхе да там откристаллизировался жанр и похоже передача какое-то время но может быть достаточно долго еще проживешь я понимаю что там для меня очень легкая и комфортно форма наповала и технологически мы можем быстро сделать и лиды ухитряется из меня каждый раз и и очень успешно вынимать даже когда есть у меня уважительные причины и и не делать тип там отъездов отсутствия дорог перелетов переездов а вот здесь вот нужно для нас для всех чего-то еще абсолютно уникальное где каждый из нас мог бы быть незаменим они обсасывать новости которые обсасывать невозможно по причине их полной обсосанности подождите александр глибович но объясните пожалуйста ваше тезе на эхе ну вот я смотрю ваши программы слушаю читаю смотрю в зависимости от того как беларусь отравление навального одно другое третье немножко ефремова отравление навального но как бы как прошли эти два месяца вот вот они политические общественные и политические новости да я не к тому что надо повторять эхо ни в коем случае как раз надо уйти от этого каким-то образом но в чем особенная специфика кроме вот действительно этого стрейт-форвард обсуждения стрейт-форвард жанра там мы действительно смотри там совершенно поразительная конечно журавлёва который я отношусь с необыкновенным почтением потому что она действительно великий журналист блестящий профессиональный и она умеет в этой ситуации она понимает что это все равно моя ария и она работает оркестром скрипкой тромбоном саксофоном она ухитряется подхватывать темы вместе с тем останавливать меня когда я слишком увлекаюсь казарменным юмором который я так люблю либо физиологии которые так хорошо знаю здесь немножко другое здесь у нас разговор втроем и это совсем иная история правильно но это действительно это вы говорите про формат а я сейчас говорю про содержание значит хорошо содержание на эхе общественно-политические новости у нас не общественно-политические новости александр бьёвыч предлагает спросить у зрителей мы у зрителей безусловно спросим готовы ли вы александр бьёвыч совершить какое-то продуктовое предложение чтобы зрителя было из чего выбирать ну каждый из нас специалист в определенной области и каждый из нас располагает скажем так большими и серьезными познаниями в своем вопросе который является как бы его коньку и для того чтобы не закапываться и не утапливаться каждый раз в этой бесконечной политики вполне мы могли бы работать теми консультантами и теми просветителями как как не не люблю я это слово где мы действительно сильны и где в нас есть реальная а не навязанная нами же зрителю потребности василий вячеславович мне кажется что мы можем долго спорить или вернее не сходиться в терминах пытаясь понять друг друга потому что мы так иначе оперируем довольно общими понятиями мне не то чтобы было это безразлично но дело в том что паноптикум это единственное место где сейчас где я высказываюсь на общественные темы регулярно поэтому большом счету у меня я очень хорошо понимаю проблему которая возникает перед невзору потому что я сам будучи лидером мнений в области футбольной всяких футбольной болтологии я много раз отказывался от того чтобы высказывать на те или иные темы потому что например я об этом говорил вчера или я могу сказать у себя в социальных сетях или как-то еще просто в ответе какой нужды я не могу говорить об этом на этой теме каждый день в этом просто нет никакой нужды необходимости вот но мне представляется любопытным то что может быть может быть вот мы отщепнем вот все как более старшего мне кажется партнера о использованию александр гэмпча от эхо мне кажется что вот вокруг жанра двойных новостей могла бы вырасти интересная беседа потому что любопытные вещи часто проявляются парадоксальным образом даже забавным я не имею ввиду там новости в брейкинг мэк вот совершенно нет я имею ввиду вот тем не менее есть куча событий которые дают повод задуматься на серьезные темы показать с неожиданной стороны какой-то пример нужен потому что это вот это это то что я пытаюсь поймать сейчас ну я думаю что просто наверное 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 мне стоит записывать в свой телефончик соображение и новости не только те которые там касаются в этом же смысле футбольных процессов но и иных потому что новостей я читаю достаточно много вот мне очень трудно сейчас привести пример потому что я просил сформулировать в чем будет смысл сегодняшнего эфира после двухмесячной паузы и мне сказали что ну поговорим в таком режиме таком режиме я могу поговорить только вот таким вот образом да смотрите остался один час александр глебович одну секунду буквально среди вопросов зрителей остался один вопрос к вам адресованный василий вячеславович про луческу и про динамо киев я уже не задала его в эфире подумала я специально вас проинтервьюирую я запишу ваш коротенький ответ когда мы выйдем из студии потому что иначе александр глебович у нас уйдет студии нет я никуда не уйду есть такая еще штука есть штук под названием дождь и это действительно драгоценная телекомпания и мы в общем обязаны это понимать и обязаны отчасти и служить вот этой вот идеи свободы которая олицетворяется и дождем тоже а потому что ведь все вот эти вот замечательные позиции разговора о том что мы наемники мы пираты мы профессионалы но как только исчезнут и как только будут растоптаны или перестанут быть нужными либо самоликвидируются вот эти вот очаги типа дождя типа эхо москвы новой газеты для нас для всех да конечно останется youtube но мы знаем что youtube сосова со своими тараканами эти тараканы по счастью не размером с лукашенко но тем не менее тоже достаточно опасные и агрессивны с их запретительской трусливой сложной а ундулирующий постоянно позиции поверь мне такой цензуры как есть на ю тубе нет больше нигде сейчас поэтому надо понимать что вот есть дождь и надо подумать что мы можем для дождя на данный момент понимая всю его ценность и важность для современности развития и надежда наших в том числе что мы можем сделать и как это будет выглядеть в этом смысле у меня появилось конкретное соображение но это метафора и кажется я ее уже однажды в этом эфире произносил что мы можем сделать для дождя в частности да на эту тему я вспоминаю да давнишний рассказ очень короткий дмитрия выкова который пересказывал идею своего товарища в москве и петербурге тоже часто бывают периоды времени когда солнце не бывает достаточно подолгу и вот этот серый дождь он достаточно долго падает там у вас в канал а у нас на наши асфальт в улице дело их каналами что же можно в этом случае сделать если в такой день запустить просто огромный дирижабль в виде розовой задницы вот это очень развеселит людей и наверное не попусту это нормально такое здоровое хулиганство мне кажется что вот в этой области с сочетая это с поиском нетривиальных подходов к общественным темам тем новостей каких-то двойных может тройные придумаются я буду поискал где-то вот в этом направлении не то чтобы я таким образом послал всех в жопу нет это я веду вид совершенно другая просто запускаем задницу будет весело похулиганить даже запуск задницы является в некотором смысле общими словами хорошо давайте так я попробую я у меня есть конкретное предложение я хочу делать программу про фэшн и про этику я хочу делать программу про фэшн и про этику там интересно там чертовски интересно с вами двумя каши не сваришь в этом смысле я обожаю сплетни я нашу то что на я за сплетни я как можно больше сплетни записываем сплетни сплетни какого характера любого любого абсолютно любого абсолютно сплетни это чудесно я все это записываю а слухи входят сюда нет слухи нет слухи нет потому что мы легко превратим любые слухи в сплетни так тогда хорошо скажите пожалуйста давайте у нас не так много времени осталось давайте обсудим какие-то тогда мне приходится задавать какие-то вопросы которые нас как-то ограничены сужен ли нам монстр так а кому он мешает собственно говоря я его вот не как аль вы не поверите я единственный человек который никогда в жизни не видел этого монстра потому что вот до этого дня я ни разу не видел картинки этой передачи и программа все нормально я уже сказал что я много лет видел только серую и голубую картинку и ничего понятно я полагаю что именно о монстре правильнее спросить зрителей потому что эта игра с ними это их веселит или возможно это и масло чертела но мы пока его не увольняем то есть пока чубок ты остаешься с нами а как зрители решат так если у нас темы которые мы не обсуждаем такие как например если у нас форматы которых мы не берем например чтение стихов я знаю что вызывало александра глебовича определенный он даже бил в какой-то момент белковского по голове за чтение стихов обсуждение футбола всегда провоцировать использование беруш не если какие-то табу слушайте меня вообще никогда никаких табу нет если я претендую на абсолютную личную свободу я обязан то же самое предоставлять и всем окружающим меня людям и в том числе даже моим коллегам и партнерам по программе поэтому но терпите что я буду закатывать глаза демонстративно засыпать сморкаться смотреть в угол или читать книгу пока вы будете читать свои дурацкие стихи или рассуждать о своем прошу за выражение прошу прощения за выражение футболе пожалуйста пожалуйста тем более что свобода самовыражение позволяет свободу реагировать на это самовыражение потому что пристойно себя вести здесь никто не обещал надо сказать вот такого контракта у нас не было значит участники дорогие друзья правда безо всяких обид безо всяких и кивоков и реверансов я могу в это я могу в этой студии быть модератором и говорить василия вячеславович александр глебович василия вячеславович александр глебович а могу немножко больше и это решение за вами на самом деле поэтому я даже не предлагаю это сейчас обсуждать и не хочу какие как-то вот кокетничать и на этом играть абсолютно я рабочий человек я исполняю некоторые заказы это не моя авторская программа вот значит какие у меня еще оставались вопрос название оставляем название остается абсолютно спокойно остается название всегда можно наполнить совершенно любым смыслом тем более название паноптику название картинка заставка смотрите на эти три физиономии но это что не паноптику что ли но в принципе да нет ну понимаете апгрейд мы обсуждаем все по всем возможным пунктам хронометраж на ваше усмотрение мне хватает но если я думаю что плюс 10 15 мы вполне потянули если что главное мете дело то что главное понять о чем говорить и примерно каких позиций а вот сколько говорить извините за вульгарное сравнение время покажет вот это вот как раз о чем говорить мы такие не поняли дорогие зрители мы очень рассчитываем на вашу помощь мы сейчас конечно подобьем некоторые промежуточные итоги сегодняшней летучки я их запишу и очень жду ваших реакций но вообще нам действительно очень нужна ваша помощь а у нас демократическая программа и мы ориентируемся на ваше мнение что еще нам нужно обсудить кажется мы кажется мы обсудили буквально все дорогие друзья следующий вопрос видимо последний потому что время уходит когда на следующий эфир ну вот сейчас давайте все решим соберем все что нам могут сказать зрители сами все под напряжемся и сообразим и тогда уже будем назначать дату эфира важно чтобы вы понимали что я с вами анна муж с вами вчера беседовали да я сказал что я готов выходить в эфир но только в том же самом составе который выходил всегда то есть вы и вася миссия нуждается в уточнении перефразировать перефразированием занимаюсь хорошо я совершенно согласен заметьте он опять не говорит что следующий эфир в четверг да следите я не говорю что в четверг потому что нам нужно вот если в четверг говоря выносить это все надо но лучше бы это вообще было не в четверг потому что если мы будем щупать какую-то политику то нам конечно мне это тяжело делать на следующий день после эхо который меня полностью вычерпывает то есть и день тоже непонятен и четверг непонятен дорогие друзья что и вот это все технические вещи решим ну зачем за проблем если вы понимаете на ровном месте мы бы стали решать технические вещи вот так программа шла-шла-шла потом мы бы стали решать технические вещи а вы пропали на два месяца и нас обвиняли в том что ремонт да кстати вы помните про то объявленный конкурс на дизайн в этой студии конкурс на дизайн проект студии невзорова дорогие друзья я просто прошу такого случая победителя конкурса если он будет добавить от покойной подписки мечи на телеканал дождь и предлагаю ему по размеру выделить толстовку курим и ругаемся матом хорошо то есть слушайте я готов оплатить случае чего у меня самого нет такого мерча в данный момент мерч своей футбольной команды эгресси я не рискую навязывать вот но тем менее дорогие друзья значит конкурс на дизайн проект студии невзорова ваша помощь и следите пожалуйста за нашими анонсами но по крайней мере мы появились и мы в процессе и мы очень вас дождаем спасибо большое александр гневович спасибо большое василия вячеславович я ужасно была рада вас видеть счастлива оставайтесь на дожде александр гневович спасибо большое спасибо все всего доброго курим ругаемся матом свидания